В Германии продлили пограничный контроль с шенгенскими странами. Он будет действовать еще как минимум полгода до мая 2018. В частности, речь идет о немецко-австрийской границе и о паспортном контроле прибывающих из Греции авиапассажиров. Министр внутренних дел Томас Демизьер объясняет это решение продолжающейся террористической угрозой, недостаточной защитой внешних границ Евросоюза и нелегальной миграции внутри шенгенской зоны. Он подчеркнул, что контроль на границах прекратят, когда это позволит ситуация. Австрия судится с Германией. Вена обратилась с иском в Европейский суд в связи с введением Берлином сбора за проезд по автобанам для легковых автомобилей. Австрия считает, что немецкий дорожный сбор дискриминирует права иностранных водителей. Также австрийские чиновники обвиняют Еврокомиссию в бездействии, три месяца в течение которых она могла вынести заключение по поводу вызвавшего недовольство члена ЕС немецкого закона и стекли. И Вене пришлось решать вопрос через Европейский суд. Германия начнет собирать дорожную пошлину за пользование автобанами из шоссе после начала работы нового правительства. Владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло, разрешающую пользование местными дорогами. Цена будет зависеть от срока действия, а также от объема двигателя и экологических характеристик автомобиля. При этом расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного налога на автомобиле на сумму, соответствующую стоимость годовой наклейки. Беженцам не место в Зальцгиттере. Так решило Министерство внутренних дел Нижней Саксонии. Оно запретило жить в Зальцгиттере новым переселенцам. Считают, что их там и так слишком много. Скоро запрет может распространиться и на другие города, в частности на Дельменхорст и Вильгельмсхаффен, где также большое количество беженцев. Каждый год такие меры планируют пересматривать. Во Франкфурте сгорела башня Гетте. Спасти исторический памятник не удалось. Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило всю башню. Она частично разрушена. Пожар был виден из многих районов города. Причина возгорания пока неизвестна. В полиции подозревают, что местную достопримечательность подожгли умышленно. Деревянную башню высотой 43 метра построили в 1931 году, накануне празднования столетия со дня смерти Гетте. Это была одна из самых высоких обзорных точек Франкфурта. В Ганновере обезвредили 500-килограммовую бомбу. Британский снаряд времен Второй мировой войны обнаружили накануне во время строительных работ в районе старого аэропорта. По словам саперов, бомбу необходимо было обезвредить немедленно, поэтому власти объявили экстренную эвакуацию. Она началась в 8 часов вечера. Всего свои жилища были вынуждены покинуть около 10 тысяч человек в радиусе 1 километра от места опасной находки. За порядком в зоне саперных работ следили около 700 офицеров полиции и пожарной охраны. Также были задействованы вертолет и больничный транспорт. В мае этого года в Ганновере также проводили операцию по обезвреживанию сразу трех британских авиабомб. Тогда были эвакуированы почти 50 тысяч человек. Невероятная авария в регионе Восточный Гессен. Автомобиль, мчавшийся по шоссе между коммуной Флиден и городом Шлюхтерн, вылетел с дороги и приземлился в ветвях дуба. По пути, потерявшая контроль машина снесла несколько деревьев и в конце концов полностью разбитое повисло на метровой высоте. 24-летние водители пассажир получили тяжелые травмы. Мы обнаружили застрявшую машину между веток дуба. Из двух человек один смог выбраться сам, а второй запутался в кроне. Его нам пришлось вырезать из веток с помощью спецприспособления. По словам полиции, предположительно причинами аварии стали превышение скорости и алкоголь. При осмотре автомобиля нашли много пивных бутылок. Немецкая журналистка Мишали Толу, находящаяся под стражей в Турции, уже более пяти месяцев по подозрению в пропаганде терроризма, останется за решеткой. Суд в Стамбуле отклонил ходатайство ее освобождения из следственного изолятора до вынесения приговора. Всего под стражей остаются шесть обвиняемых, другие восемь уже на свободе. Мишали Толу задержали в конце апреля этого года и с тех пор она находится в женской тюрьме под Стамбулом вместе с трехлетним сыном. Ее обвиняют в принадлежности к запрещенной в Турции марксистско-ленинской коммунистической партии. В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии. Масштабная потасовка, в ходе которой участники забросали друг друга стульями из уличного кафе, произошла в центре города. Шествия в поддержку единства Испании прошли в четверг по всей стране. Их приурочили к национальному празднику, дню, когда подданный испанской короны Кристофор Колумб прибыл в Америку. Люди с национальными флагами вышли на улицы городов. В столице страны прошел военный парад. Однако непраздничным оказалось выступление главы испанского правительства в парламенте страны. Он заявил, у Барселоны есть пять дней на то, чтобы определиться с провозглашением независимости. Накануне Мадрид направил правительству Каталонии запрос, в котором просит разъяснить, объявляет ли автономия об отделении от Испании. В случае положительного ответа, или если ответа не последует, господину Пучдемону будет предложено отозвать так называемую декларацию независимости. Срок ожидания на наш запрос истекает в следующий понедельник, в 10 утра. Ко второму запросу, будем надеяться, что этого не произойдет, у него есть крайний срок до 10 утра следующего четверга. Формальное обращение центральной власти к региональной – первый шаг к применению 155-й статьи Испанской Конституции. Ее положение позволит Мадриду упразднить автономию и ввести прямое управление. Тем временем сторонники отделения Каталонии заявляют, готовы бороться за свою независимость. Местные власти считают, что наступление на самостоятельность региона только усугубит кризис. Статья 155 даст эффект противоположной ожидаемому испанским правительствам. Будет еще хуже, потому что я уверена, огромное количество людей готово защищать каталонское самоуправление. Напряжение в Испании не спадает с тех пор, как каталонский парламент объявил местный референдум о независимом статусе автономии. Неофициальный Мадрид, ни европейские государства не признали результатов проведенного вопреки запрету Конституционного суда страны плебисцита. На нем при явке 42% абсолютное большинство каталонцев поддержало отделение от Испании. В Чешский парламент может пройти пиратская партия. Последние опросы показывают, что им удастся преодолеть 5-процентный барьер. Главный сторонник движения – молодежь. Я хочу перемен, и мне нравится их программа «Сделать управление проще». Один из козырей пиратской программы – компьютеризация админресурса. Это должно упростить жизнь гражданам страны и сократить государственные расходы. Следующий пункт – прозрачность политической системы. Я не понимаю, почему политики больше не открываются людям. Если они не делают ничего плохого, им не стоит бояться и что-то скрывать. Политика должна быть прозрачной. Это основная задача пиратов в обществе – давать людям информацию, чтобы они свободно могли решать вопросы. В то же время по серьезным темам члены пиратской партии договориться пока не могут. Например, стоит ли вступать Чехии в НАТО. Еще один спорный момент – усиление давления общественности на судебную систему. Неоднозначно избиратели реагируют и на предложение о переходе с крон на евро. До 23 возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии. Около 300 человек числятся пропавшими без вести. В хаосе экстренных эвакуаций на фоне стремительно надвигающейся стихии многие люди просто потеряли друг друга. Тысячи пожарных никак не удается взять под контроль разбушевавшееся пламя. Оно распространилось на площади почти 70 тысяч гектаров в девяти северных округах главного винодельческого региона Соединенных Штатов. «Я не мог спать, думая о том, что сгорели все постройки. Я видел фотографии пожара, но больше всего я переживал за виноградники, потому что им от 28 до 38 лет, и восстановить их невозможно. Дома – все прекрасные здешние дома. Здесь смотришь вокруг и видишь только угли». Пожары вспыхнули в воскресенье. На сегодня в Калифорнии зафиксированы по меньшей мере 22 очага возгорания. Их причины неизвестны. Пламя молниеносно распространяется из-за сухого горячего ветра, который местные жители называют дьявольским. Это бедствие стало крупнейшим в истории штата. 37 человек погибли в результате наводнений и оползней во Вьетнаме. Еще 40 пропали без вести. По сообщению власти, из-за стихии, вызванной проливными дождями, эвакуированы жители из 17 тысяч подтопленных домов. Поднявшаяся вода и грязевые потоки полностью разрушили порядка 200 построек. Еще 18 тысяч повреждены. Под водой оказались 8 тысяч гектаров рисовых полей. Больше всего досталось северным и центральным районам страны. В северной провинции Ниньбинь к эвакуации призваны 200 тысяч человек. По сообщению властей, в регионе такой большой объем осадков за короткий промежуток времени выпал впервые за десятилетие. И, согласно прогнозам, в пострадавших районах ожидаются еще более интенсивные осадки. В Голливуде разгорелся громкий секс-скандал. Главный фигурант – известный кинопродюсер Харви Вайнштейн. Издание Нью-Йорк Таймс опубликовало расследование о его возможных домогательствах к актрисам и подчиненным. Своими откровениями, в частности, поделились Анжелина Джоли и Гвинет Пелтроу. Всего в сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна признались 13 женщин. Три из них заявили даже об изнасиловании. Из-за вспыхнувшего скандала продюсер уже потерял работу, плюс от него хочет уйти жена. Сам Вайнштейн планирует подать в суд на Нью-Йорк Таймс за клевету. В то же время его дочь сообщила экстренным службам, что отец находится в суицидальном депрессивном состоянии. Россиянка нелепо погибла в Доминиканской республике. Это последние минуты жизни 35-летней уроженки Челябинской области. На видео, которое сняла подруга погибшей, видно, что за несколько мгновений до смерти туристка вела себя весьма раскрепощенно. Красотка в белых трусах смеялась, демонстрируя на камеру пышную грудь и развратные жесты. Все это в автомобиле, который ехал по оживленной дороге. В какой-то момент она высунулась в боковое окно машины и ударилась о дорожный знак. Спасти пострадавшую не удалось. На мосту из России в Крым начали устанавливать автодорожную арку. Конструкцию высотой 45 и длиной 227 метров доставили к месту строительства и поднимают ее на 35-метровую высоту. Строители, возводящие путепровод через Керченский пролив утверждают, половина работ уже сделана. На сегодняшний день мы выполнили один из важных этапов проведения всей операции по сооружению, сборке и дальнейшему сплаву. То есть мы находимся на экваторе. Согласно плану работ, мост длиной 19 километров должен открыться для автомобилистов в декабре следующего года. Невероятно редкое видео из жизни дикой природы. В пустыне Сахара впервые смогли заснять детенышей дикого барханного кота. Кадры из Марокко показали представители некоммерческой защитной организации «Пантера». Котят трое, им не более восьми недель. Случайно увидеть такое в природе собственными глазами практически нереально.